Всем здравствуйте! Меня зовут Лариса Подлегаева и я рада приветствовать вас у себя в гостях. Сегодня у нас 1 ноября и значит стартовал наш совместный проект Свяжи со мной плед и не только. Именно такое название мне больше всего понравилось и предложила его Таня с канала Вяжем с дочкой. Были еще другие варианты, но почему-то когда я прочитала и почувствовала, что это именно то, что нужно. Потому что вязать мы здесь будем не только пледы, занавески можно вязать, скатерти можно вязать, крупные интерьерные вещи. Может быть ковер кто-то захочет связать или ковровую дорожку или прикроватный коврик. То есть все то, что создает уют в нашем доме. Итак, девочки у нас участвуют и на ютубе и на дзене. Соответственно, на каждой платформе будет под видео оставляться список на ютуб и на дзен. Проходите по ссылочкам, смотрите. И до 15 ноября вы можете еще к нам присоединиться. Нужно будет снять видео вступление. Сначала нужно будет написать куда-нибудь в личку или в Одноклассниках, или ВКонтакте. Вы, может, найдете меня в чатах в Вайбере, и в беседке везунчиков, и в Трюстартах. И тогда я добавлю вас в наши чаты. У нас два отдельных чата для дзена и для ютуб. Так что до 15 ноября вы можете к нам присоединиться, снимайте видео вступление и вяжите вместе с нами. Итак, с чем же буду я вступать в наш совместный проект? Ну, сначала я покажу свой долговяз. Ну, покажу его маленький кусочек. Думаю, что кто смотрел в прошлом году и вязали девочки вместе со мной, помнят, что у меня остался недовязанный плед. И я честно признаюсь, что с тех пор я к нему не притронулась. Вот вообще я не связала ни одного мотива, ни одного рядочка. Поэтому, думаю, это лишний раз доказывает целесообразность наших совместных проектов, что иногда они действительно являются таким мотиватором продвижения наших долговязов. Я вставлю вам фотографию, на каком этапе он у меня сейчас, этот плед. И также вставлю фотографии тех пледов, которые я связала в прошлом году. Один я связала перед совместным проектом, а второй же плед я связала в рамках нашего совместного проекта. Очень активно мы ими пользуемся, очень довольны, нам нравится. Поэтому, я думаю, что вязание пледов и всевозможных аксессуаров для дома, интерьерных вещей, имеет место быть. Итак, это мой один долговяз, который я беру с собой. Но не буду утверждать, что прям сразу я к нему возьмусь. До Нового года, наверное, я, может быть, его и не трону. Потом, у меня есть давняя такая мечта. Была у меня мечта связать скатерть и она связана. Тоже я делала совместный проект. Мы вязали с девочками, вязали свою мечту. Так что скатерть у меня есть и можно приступать к следующей мечте. Сейчас я вам покажу тряжу. Никак не открою, надо было взять распечатанный. Так, одну минутку. Итак, еще одна моя мечта. Это занавеска на кухню. И буду вязать ее вот с такой пряжи. Это пряжа от пехорки. Называется она белое кружево. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок. И метраж здесь на 50 грамм 475 метров. Довольная тоненькая ниточка. Но знаете, тут еще интересно так написано. Плюс-минус 24 метра. То есть на 10 мотках может быть либо минус 240 метров, это полмотка, либо плюс. Но хорошо, конечно, когда плюс. Когда минус, это плохо. У меня таких моточков 10. Я думаю, что мне хватит на занавеску. Так, вязать я буду, наверное, крючком 1. Но самый большой крючок это 1.25. И несколько вариантов я себе выбрала. Идеи для занавески на Пинтерест. Вязать буду что-то такое, облегченное. Не в том плане, чтобы облегчить себе жизнь и не сильно заморачиваться на узоре. А в том плане, чтобы она была более такая воздушная и прозрачная эта занавеска. Значит, там будет очень много воздушных арочек. И чтобы не было такого плотного узора, через который бы не пробивался солнечный свет. Вот. Так что, вот такие мои планы. Потом, у меня еще здесь есть две упаковочки пряжи. Это вот такая пряжа Alize Baby Best. И это у нас, по-моему, здесь бамбук с акрилом в составе. Девочки в прошлом сезоне... Так, извините. Так, у нас рядом продуктовый магазин, поэтому очень часто приезжают машины грузовые. И никуда от шума не деться. Итак, напомню, что пряжа Alize Baby Best. Очень мягкая, тактильно приятная. Девочки в прошлом совместнике по пледам вязали из нее детские пледы. На 100 грамм 240 метров. И состав, по-моему, как я уже говорила, акрил с бамбуком. Вот. И спицы здесь рекомендуется 4-5. Я буду вязать спицами и хочу связать плед. И большая просьба у меня к девочкам, которые вязали такие пледы, сколько петелек вы набирали на наборный край. И хотелось бы мне, конечно, уложиться в одну упаковку, потому что у меня всего упаковочка такой пряжи. Потом, есть у меня еще упаковка пряжи, которая называется Alize Cotton Gold Fine Baby. Вот такой полухлопок, очень тоненький. Вязать я, наверное, буду ниточкой в два сложения. Здесь на 100 грамм 470 метров. И, так, здесь у нас все заклеено. Номер светлый лимон 187. Спицы 3-4. Ну, странно, такая тоненькая ниточка, рекомендация 3-4. Наверное, если в две ниточки, то можно будет пятеркой и шестеркой вязать. Но шестеркой может быть вряд ли, а пятеркой точно. Но я вяжу плотно достаточно. У меня такое очень стабильное полотно, так что я и шестеркой попробую. Тоже хочу связать детский плед. То есть попробовать, как они будут себя вести при стирке. Потому что все равно нужно будет провести влажно-тепловую обработку. Хочу связать вот таких вот пару пледиков. Если я буду делать закупки пряжи, а я надеюсь, что будут, то, конечно, я буду покупать еще и в других расцветках вот такой пряжи Alize Baby Fest. И буду пробовать вязать... Вернее, не буду пробовать, а буду вязать еще несколько пледиков. Хочу связать штучки 4-5 за зиму, чтобы у меня было на наличии. Итак, такие мои ближайшие планы. Если они будут меняться на протяжении 4-х месяцев, то, естественно, вы будете узнавать об этом первыми. Спасибо всем за просмотр. Всем добра.